Весна для студентов – это пора экзаменов. Ну а летом теоретические знания они смогут применить на производственной практике. Славянский сельскохозяйственный техникум сотрудничает с рядом сельхозпредприятий нашего района. На их базе студенты ежегодно получают полезные навыки. Чтобы увеличить список партнеров, готовых дать учащимся возможность показать себя в условиях реальной работы, руководство сельхозтехникума проводит дни открытых дверей для работодателей. Славянский сельскохозяйственный техникум – одно из старейших профессиональных сельскохозяйственных учреждений Кубани. В этом году ему исполняется 90 лет. Открывая встречу, директор техникума Евгений Дмитриев рассказал присутствующим о задачах, которые стоят сегодня перед техникумом по подготовке специалистов среднего звена для экономики района и края. Сегодня у нас 1100 студентов на обочном отделении, на замочном 300 человек. В 1927 году только были агрономы, потом в 60-х годах сюда добавился бухгалтерский учет. С 2006 – технологии хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и механизации сельского хозяйства. А сегодня мы полностью освоили впервые в Краснодарском крае, кроме нас, это не этим занимается никто, укрупненную группу специальностей, которая называется «Техносферная безопасность». Участниками «Круглого стола» стали как действующие социальные партнеры техникума, предприятия и организации, в которых студенты проходят практику во время летних каникул, так и потенциальные. В работе «Круглого стола» принял участие и глава Славинского района Роман Синеговский. Он отметил, что молодые специалисты Славинского сельскохозяйственного техникума – это кадровый резерв для предприятий на много лет вперед. Намного выгоднее, если даже с точки зрения работодателя, иметь специалиста вот рядом, в наших селах, уторах, либо в городе, либо возить его, либо возить его, либо привлекать его откуда-то другого региона или другого района. Это будет дороже, потому что тут командировочные расходы, съемки квартиры, социальные какие-то вопросы и много-много другое. На сегодняшний день в техникуме обучают по 17 профессиям и специальностям. Здесь ведут подготовку специалистов по таким направлениям, как механизация сельского хозяйства, экономика и бухгалтерский учет, агрономия, пожарная безопасность и многим другим. Студенты изучают на занятиях предмет не только в теории. К примеру, один из кабинетов по направлению механизация сельского хозяйства хорошо оснащен. Здесь ребята наглядно учатся ремонтировать сельскохозяйственный транспорт. Изучаем принцип работы, ремонт, техническое обслуживание тракторов таких, как МТЗ-80, вот он первый трактор, ДТ-75 и ДТ-75 в разрезе. Также у нас в кабинете имеются макеты разновидностей, много макетов под опрямую посцепление, тормозной виск. Студент сельскохозяйственного техникума Илья Толстой учится на слесаря-ремонтника. Говорит, что здесь он узнает много нового. Илья пока не знает, кем точно хочет работать. Но даже если он не станет слесарем, полученные здесь навыки ему, как мужчине, обязательно пригодятся в жизни. Здесь мы на практике получаем навыки при работе с режущими материалами, учимся правильно и безопасно выполнять ремонтные работы. Станки, здесь есть весь инструмент, места рабочие. Также мы получаем первые навыки при работе со сладочными аппаратами. В техникуме есть всё для того, чтобы выпускать востребованных, высокопрофессиональных специалистов с активной жизненной позицией. А большинство из них – это будущее нашего города и района.